И так и то же, ребята, всем привет! Меня зовут Павел Немиров, Гришаныч, Женечек. Всем привет! Сегодня, как говорится, у нас будет рублик, который мы ввели. Это диванные эксперты. Сегодня будем пробовать лапшу быстрого приготовления. Это у нас ротан. Доширак мы будем пробовать. Да, и как говорится, доширжак. Дошик. Дошик нямать будем. Да, и наконец, Биг Бон. Да, как говорится, лапшички быстрые, как я уже говорил. Вот так. Первое, что мы будем пробовать, это, конечно же, роль там. Продевали. Так, убираем. Ты уже заварил, я смотрю, да? Да. Вот так она выглядит. Уфа-лама, вот ты натворил с клавиатуры. Я же просил брать клаву. Ну и что? Ну и что? Это же, в конце концов, это же не как это, как Гудмакс. Это мы наляпали с тобой. Что-то, пожалуй, не касается. Чуть, я первый попробую. Ну, где-то того, что она немножечко разварилась, но такая мягко ощущается. При этом пусть осталась прежним. Вот. Что можно сказать по этому поводу? Ну, скорее всего, осенок где-то 8,5 и 10. Так, давайте-ка, пусть попробовать женёк, потому что обогрешенок же пробовал. Я ещё не пробовал. Да, вот, поэтому... Ну, нормальная лапша где-то 8,5 и 10. Так, обогрешенок. Ну, чему, теперь мой черёд. Это я любитель, как вы поняли, это тоже. Моя цирка 7 из 10, потому что это приправа, конечно, со вкусом куры, ну, курица. И, конечно же, это имитированное. Ну, так, если не увлекаться, то почему бы не покушать? Там, раз в 2-3 недели, допустим. Да, только, конечно, это и вредно для желудка. Это если постоянно нямать, там. Да. Да, так, в принципе, это вполне сносный вариант, когда, собственно, едет на учёбе, на работе. И вот... И тут находится в таком месте, вот, мне говорится, где он теперь одобряю. И так, ну что ж, давайте попробуем следующее. Это у нас Доширак, или, как сказал бы Стас Давыдов, Доширжак. А-ля Дошиком. Да, или как там будет Даш... Эм, Дашик. Дошик. Давайте Дошика поняли. Да, так, чтобы не получить от фейла, вот так, наверное, что это выглядит. Мы будем наклонять, а то опять будет как Гуд Макса. Только ещё хуже может быть. Так, ну, Тош, Чурья, кажется, я первый, я, кажется, я ведущий. Ну, честно признаюсь, что Дошик, он гораздо мягче, чем Роллтон. И вкус, конечно, соответственно, в 100 раз поприятней. Вот, моя оценка даже чуть побольше, прибавляет 1,5 единицы. Так. Пусть Гришаныч попробует. Да-да-да, попробую Дошик. Я просто вспомнил клипы рэпера Псая, где он так макароны кусал, так. Да, да, это сам плен группы, которые Гандам Стайл, Джетелмен. Угу. В Дельмени как раз так делается. Я решил повторить. Не подавись. Угу. Давайте послушаем Негришаныча. Теперь я доживал Дошик, и теперь мое мнение насчет Дошика. Чем мне Дошик нравится, это потому что там есть эдакое имитированное миско. А в Роллтоне такого имитированного миска, вот, то, что показано на камере, не было. Навал больше будет, 8 из 10. Да. Так, шинек. Убираем Роллтон. Чуть не задел. Ну да ладно. Мы даже можем этот момент из Гудмакс, даже мы оставим, я как раз проделал эту клавиатуру. Надо было черно-белое налепить и вот такой. Нет, и Гудмаксу можешь оставить. Ну да, я там такой обалдел. Можно сказать, Доширак получше, чем Роллтон, но как я ел Доширак в другой форме, мне эта форма нравится больше, чем эта. Да, и, собственно, наконец-то, Дилан Исперды одобряют. Итак, ну что, что будем делать следующее, это, конечно же, Биг Бончик. Да, Биг Бончик. Что мне порадовало Биг Бонни, так это то, что там есть и приправа, и соус, и основа для супа. Да, вот такая вот у нас костинсценция, вот она. Так, ну что ж, по традиции пробую, берем я. Так, тут нужно перемешать, тут соус. Ну, так сказать, для меня Биг Бонни-то пока что чисто средний вкус. То есть, не лучше, чем Доширак, но и не хуже, чем Роллтон. Поэтому моя оценка где-то чисто, ну, так сказать, 6,5 из 10, так сказать. Вот. Так, еще лукчик. Надо потом больше этого с кого вытереть. Да, 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 а то и клавиатуру тоже проверить, а вдруг оно не работает, мало ли. Стоит вспомнилась Клава Кока. Мне фиксики больше вспомнилась, вот эта серия с Клавой, где там загадил там, Дим Димыч, там, и сухарями, и Кока-Колой там. Ну, что могу сказать. Чуть-чуть похоже, чем, на мой взгляд, Доширак. Я Доширак где-то поставлю 9,5, а Биг Бонну где-то 8. Ровно. Теперь мы вчера попробовать Биг Бон. Подаем, расскажу. Моя оценка Биг Бонну, вот, с учетом того, что там вместо приправы соус есть. Ну, там еще и суповая основа есть. А, суповая даже. Ну, вот за соус я вот даже не стыдно поставить 10 из 10. Так что Диман Эксперты одобряют. А, да, обряют. Так, ну что ж, по итогам, что нам сказать. Третье место Роллтон. Второе Биг Бонн. И первый Доширак. Доширак выигрывает Диман Эксперты. Ну, а те, кто кушал, именно, посмотри, приятного аппетита. Ну, что ж, на пора прочесть все своим поломерам. Павел Шаныч, Женек. Сразу, конечно, лайк, подписка на видео. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы пока. И YouTube жив, жив в цел. Ну, если, конечно же, не дай бог что-то случится с YouTube, то у Женька появится, дай бог, Дзен-канал в Яндексе. Тоже подписывайтесь. Если, конечно, будет это видео опубликовано. Да, ну, что, пока не сняйся с нами связь, подписывайтесь на мой Reddit-канал. Вот, ссылочку под видео. На мой Telegram-канал тоже подписывайтесь. Тоже будем общаться, тоже угорать вместе будем. Да, на мой YouTube-канал тоже подписывайтесь. Ну, на тех пожарных действий вдруг YouTube заблочат. Ну, подпишите. У тебя есть Telegram-канал? Ну, что, создал бы. Не, не надо. Спасибо. Ладно. Ну, так вот, значит. Подписывайтесь, конечно же, на группу 2.10, архивную группу. Также подписывайтесь на группу интернет-канал Россия-Беларусь ВКонтакте и на Telegram-канал также. Да, у нас также появился англоязычный канал. Да, англоязычная версия интернет-канала Россия-Беларусь тоже есть. Все ссылочки вышеупомянутые будут в описании. Да, всем удачи и всем пока. И берегите себя. Про вакцинацию от ковида не забывайте. Да.